И приступили к Иисусу фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставить человек отца и мать, и прилепиться к жене своей. И было два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они же говорят Ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят Ему ученики Его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть копцы, которые из шрева матернего родились так, и есть копцы, которые оскоплены от людей, и есть копцы, которые сделали сами себя с копцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». В сегодняшнем евангельском чтении Господом нашим Иисусом Христом раскрывается значение и важность одного из самых главных установлений в человеческом обществе – брака и следующих из него семейных отношений. Так некогда ко Христу приступили фарисеи и, искушая его, спросили, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Данный вопрос был задан для того, чтобы обвинить Христа в противоречии Моисееву закону, согласно которому развод допускался. Но Господь в своем ответе обращает внимание не на Моисеев закон, а на то, что было намного раньше Него, на заповедь, данную Богом еще прародителям до их грехопадения. Христос спрашивает у фарисеев, «Не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал посему оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, твой человек да не разлучает». Совершенная любовь не знает пороков и не ищет отступлений. Если муж любит жену, то он даже не помышляет о разводе. Любящему человеку бракоразводный закон, каким бы этот закон ни был, мягким или строгим, не нужен, так как всю полноту жизни муж получает именно в общении с любимой женой, в семейном кругу, среди близких и родных людей. Именно Бог, как Творец, повелел мужчине и женщине соединиться в одно целое. Для чего же людям нарушать древнее повеление Божие? Святитель Иоанн Златовус замечает, «У иудеев развод был обычным явлением, и все им пользовались. Поэтому-то из всех заповедей, о которых было говорено на горе, они теперь и вспомнили только об этой. Развод был удобен для иудейского общества того времени, потому что потакал слабостям и порокам людей. Бракоразводный закон был дан по необходимости, чтобы народ иудейский не впадал в еще больший грех. Именно поэтому Господь ни в коей мере не осуждает за это Моисея, поскольку его решения были согласованы с волей Божией. Но иудеи, вопрошавшие Христа, в тот момент не могли вместить в своем сознании слова Господа. Они привыкли жить в греховном беззаконии, когда в отношении брака не было определенных устоев, когда ничего не стоило нагрешить, обидеть, оболгать, предать, изменить. Поэтому даже ученики Господни, услышав столь высокое божественное требование, сказали, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Господь же на это ответил, «Не все вмещают слово сие, но кому дано». Данные слова Господа вовсе не означают, что безбрачие – это единственное условие для достижения Царства Небесного. Но при этом Христос намекает на высоту тех, кто сделал себя скобцами ради Царства Небесного. Толкуя данные слова, святитель Григорий Богослов пишет, «Если человек всем житейским благом предпочитает одного единственного Бога, он обретет свою награду в Царстве Божьем». А святитель Иоанн Златуус добавляет, главная ценность такого скобчества в том, что оно абсолютно добровольно. Таким образом, безбрачие – это великая вещь, если она совершается ради Господа. В то же время мы должны понимать, что борьба со своей греховной природой предстоит всем – и безбрачным, и семейным христианам. Нельзя одержать победу, не участвуя в сражении. Нельзя подавить греховные потребности без борьбы с собственными греховными устремлениями, искушениями и соблазнами. Добродетель девства необыкновенно почетна и важна, но она для того, кому это дано. Однако этими словами Христос вовсе не разделяет людей на более достойных и менее достойных. Напротив, Христос показывает, что всякий ищущий и стремящийся способен вместить с помощью Божией даже то, что для Него слишком трудно и высоко. Ведь не даром Спаситель говорит «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и откроется вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Читая сегодняшний Евангелие, мы должны помнить, что в вопросе брака или безбрачия человек должен определиться сначала сам, а уж потом искать в своем выборе помощи Божией. Благодать Святого Духа последует непременно, но она невозможна без добровольного человеческого волеизъявления. Каждый выбирает свою дорогу, ведущую по единственно верному пути спасения. И если наш выбор будет искренним, Бог обязательно поможет нам на нашем пути. Главное, чтобы этот путь, хоть в браке, хоть в безбрачии, лежал к одной единственной цели – Царству Божьему. Выше и желание которого для человеческой души нет ничего на свете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok